Приветствую вас. Вы знаете, ну, вполне возможно и совершенно обратная ситуация, то есть совершенно возможно то, что вы напротив мужчине нравитесь, именно потому что вы ему нравитесь, он ваши фотографии, собственно говоря, и не лайкает. Если можно так выразиться. Вот. То есть я, конечно, не знаю, но думается мне, что, как минимум, таким образом он вас выделяет. Это совершенно очевидно, я думаю, что вряд ли вы будете с этим спорить, вряд ли вы не согласитесь, что это не так. Вот. То есть мне думается, что человек все-таки вот именно, собственно, именно тем, что игнорирует лайки, да, то есть не ставит вам лайки. Вот. Именно, именно поэтому у него к вам и чувства есть. Другое дело, действительно, почему вы в себе сомневаетесь, да, то есть почему вы только по его активности в ВК, да, оцениваете его чувства к вам, почему вы только по активности его в ВК делаете вывод о том, нравится ли вы ему или нет. То есть, на мой взгляд, это говорит скорее о вашей неуверенности в себе. И здесь мы на самом деле приходим к тому, чтобы узнать, почему вы познакомились с человеком именно в ВК, а не, ну, допустим, а не в, например, реальной жизни, да. То есть вот мне кажется, что это достаточно важные моменты, если мы хотим понять, что между вами происходит. То есть не потому ли вы познакомились с ВК, да еще и с таким достаточно спортивным, как вы говорите, мужчиной, да. Вот, не потому ли вы познакомились с ним в ВК, потому что вы были и есть неуверенны в себе. Вот, и ориентируетесь вы исключительно на, допустим, внешнюю сторону процесса. Вот. То есть я, конечно, не знаю, но мне кажется, что здесь намечало бы посмотреть, чем это все-таки продиктовано. Да, почему вы выбрали для себя именно такой способ знакомства, почему вы решили познакомиться именно вот в такой форме, да, почему вы решили знакомиться именно в социальной сети и ориентируетесь вы, соответственно, тоже только по социальной сети. Вот. Обратите внимание, что вы не уверены в нем. Обратите внимание, что вы не уверены в нем. В том смысле, что вы говорите, что вроде бы я ему нравлюсь, а вроде бы и нет, вроде бы он нрав... Он встречается только со мной, а вроде бы и нет, да. То есть, по сути, вы, вот, как бы, ну, не уверены в себе, и это, на самом деле, на мой взгляд, тоже довольно... Серьезная такая проблема, потому что уверенность, ваша уверенность в себе, она необходима, она нужна. Вот. И если вы в себе не уверены, то это скорее проблематика именно ваша, но ни в коем случае не молодого человека, то есть, опять же, нужно смотреть на ваши ощущения, на ваши чувства и на то, что вас, собственно говоря, объединяет с ним. Ну вот, потому что, если вас объединяет только какое-то внешнее притяжение, да, то этого, на самом деле, очень мало. Вот. То есть, на самом деле, нужно большее, нужно, чтобы вас объединялось что-то большее, а не только такая вот история, что... познакомился с этой темой, ну, красивый, спортивный, там, и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, ситуация, она вот такая. Да. И то, что вы описываете, ну, ни в коем случае не позволяет говорить о том, что человек, ага, значит, не испытывает к вам симпатии. Скорее, наоборот, он испытывает симпатии и не хочет выделять вас. Что-то он не хочет, а, выделять. Вот, наоборот, он не хочет, а, чтобы вы были такой же, как все остальные. Простите. Вот. А если он будет ставить вам лайки, то, по факту, да, вы, ну, по факту, вы и будете такой же, как все остальные. И я думаю, что это то, чего ваш молодой человек как раз таки не хочет, и именно так он выделяет. Задайте себе вопрос, задайте себе вопрос, а именно, что для вас будет значить, если у вас с ним ничего не получится? Вот, ну, что для вас это будет означать? Я сейчас, эээ, при этом, эээ, говорю абсолютно серьезно, да, и хочу, чтобы вы серьезно подумали об этом, я хочу, чтобы вы серьезно поразмышляли над этим. Вот, а вот это действительно очень важная история, ну, вот, которая существенно влияет на ваши отношения с, ну, вот, с мужчиной. Вот, и, как бы, как бы, если эта история влияет на ваши отношения, то она делает вас более зависимым. Знаете, то есть, вот вы говорите, что он выманивал меня на встречи, выманивал, да, то есть у вас есть какие-то, эээ, ну, какие-то манипуляции по сути дела происходят. Ну, вот, мне, честно говоря, не кажется, что это прямо вот такая хорошая основа для ваших отношений, да. То есть вам нужно, вам нужно самой определиться, эээ, в чем именно вы сомневаетесь, и почему, да, в чем именно вы сомневаетесь, и по какой причине. И взять ответственность на себя за эти сомнения, по факту, вот. Потому что, если так получилось, что вы познакомились с мужчиной в социальной сети, да, то будьте готовы к тому, что социальная сеть будет влиять определенным образом на ваши отношения. И это влияние, оно, иными словами, будет выражаться вот так, в виде, эээ, определенной активности в социальной сети, его, например. Вот. Соответственно, такая вот история. Если вы выбираете себе спортивного мужчину, который пользуется вниманием, успехом у женщин, то за это вам также нужно нести ответственность, в том смысле, чтобы вы были готовы к тому, что будут другие женщины, и чтобы вы были готовы к тому, что, вероятно, вам придется расстаться. Вот. А почему бы вам вместо того, чтобы, значит, ну вместо того, чтобы пытаться определить, нравится ли вы ли вы ему или нет, да, что он, может быть, до конца не знает, и он сам в том, почему бы вам вместо этого не озаботится организацией чего-то общего между вами, чтобы между вами было как можно больше общего. Вот. Вот. Почему бы вам не сделать это? Почему бы вам не поступить именно так, чтобы у него было меньше поводов, эээ, обращать внимание на других, на других, например, девочек. А, у себя спросите, чем, почему для вас важны так и лайки, и, соответственно, эээ, значит, для чего вы выкладываете фотографию, уж не для того ли, чтобы, например, привлечь его внимание. А если вы привлекаете его внимание, то зачем вы это делаете? Вот. Понимаете? То есть, мне думается, что подобная история, подобная позиция, она является очень принципиальной здесь, и если вы, вот, будете, ну, как бы, эээ, мучить его подозрениями, то он действительно может от вас уйти. Вот. Что, безусловно, не принесет ничего хорошего ни вам, ни, я думаю, ему. Вот. Вы, вы получите подтверждение своей позиции о том, что, эээ, что вы ему не нравитесь. Вот. А он, соответственно, для себя тут тоже, вероятно, эээ, что-то выделит, скорее всего, негативное, скорее всего, негативное. Вот. Это то, что можно вам, эээ, ответить на ваш вопрос. Причём, что вы даже, эээ, вот, эээ, как бы, не уверены в том, да, что хотите понять поведение своего молодого человека, то есть хотелось бы, а не хотела. Да. Вот. То есть тут, конечно, вот именно у вас есть свои какие-то страхи и сомнения, и я предлагаю вам обратить внимание всё же на это. А также на фундамент, на основе которого вы устраиваете отношения с молодым человеком. Да. То есть, вот насколько сейчас, например, для вас важнее эти отношения, как много места они занимают в вашей жизни, не много ли они места занимают в вашей жизни. Насколько оправдано это место в жизни, в ваших отношениях. Я предлагаю вам на эту тему подумать и я предлагаю вам поискать ответы. Если не найдете, то обращайтесь к психологу, будем разбираться. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.